Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый день. Смотрите, тема у нас, конечно же, итоги года, но хотелось бы поговорить сначала о 2015 годе, потому что пошла информация в СМИ, что со следующего года услуги ЗАГС будут гораздо дороже. Вот насколько и почему? Да, действительно, внесено изменения в федеральное законодательство. И с 1 января 2015 года в налоговом кодексе, в статье 333, внесены изменения. Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния увеличена, но она увеличена незначительно. Если государственная регистрация заключения брака на сегодняшний день госпошлина составляет 200 рублей, то с 1 января 2015 года эта сумма составит 350 рублей. А сколько будет стоить развестись? Расторжение брака чуть-чуть дороже, но сумма также незначительна. В настоящее время это 400 рублей госпошлина составляет с 1 января 2015 года. Данный вид платежа составит 650 рублей. Опять же, повторюсь, это норма федерального законодательства, которая вступит в силу с 1 января 2015 года. То есть это не регион повысил ставки, это федеральный центр? Нет, федеральный законодательства. Опять же, информация пошла в СМИ, что ЗАГСы приглашают семейные пары на повторное бракосочетание. Вот что это за новое веяние, откуда вы это взяли, переняли, сами придумали? Вы знаете, нет, такая традиция, она существует уже давно. И органы ЗАГСы чествуют юбиляры семейных, семейные пары, прожившие как 50 лет, это в большей своей степени. Сейчас действительно увеличилась тенденция, обращаются пары, которые прожили и 20 лет, и 15 лет. Мы только приветствуем данное направление и обеспечиваем мероприятие по чествованию таких пар. То есть это не повторная регистрация, это мероприятие по чествованию семейных пар. А как это происходит? Во-первых, мы согласовываем каждый сценарий с гражданином. То есть мы хотим услышать от них, что они желают видеть. И, естественно, предлагаем расписаться в акте, в юбилейном акте. Но это символическая, да, роспись? Символическая. Она никакой юридически не несет силы. Нет, юридический факт был совершен несколько лет назад. У кого-то 50, у кого-то 15, у кого-то 20. А здесь именно торжественное чествование, юбиляры в семейной жизни. Вот вы сказали, что подстраивались под каждую отдельную пару. А что обычно просят, когда повторные хотят подписать? Вы знаете, в основном просят поздравления гостей и поздравления детей. То есть вот это в большей степени приветствуется. То есть это такие широкие масштабные праздники, когда присутствует не как бы жених с невестой, будем условно их называть, а именно целая семья. И вот именно важно поздравление детей, внуков. И насколько сейчас популярна эта услуга? И сколько она стоит? Стоит она абсолютно нисколько. То есть это бесплатно для граждан. Граждане обращаются в орган ЗАГС и согласовывают свой сценарий, как я вам уже сказала. То есть мы идем навстречу гражданам, поддерживая именно семейные традиции в этом направлении. Сейчас очень модно устраивать выездные церемонии бракосочетания, но, как правило, они носят исключительно номинальный характер и никакой юридической силы не имеют. А почему бы органам ЗАГС не сделать это официально, зарабатывать на этом деньги? Ведь это же хороший прибыльный бизнес. Государственная регистрация действительно заключения брака осуществляется в органе ЗАГС. На территории Тульской области полномочия в соответствии с нашим законодательством они переданы муниципальным образованием. И глава администрации имеет право обозначить место государственной регистрации. И вот таким ярким примером на территории нашей области является Богородицкий район. У нас дворец-музей, который расположен на территории Богородицкого района, успешно это реализует. И в настоящее время в Богородицке у нас зарегистрировано более 800 пар. В этом году? В этом году, да, в этом году более 800 пар. Из них 80% это именно музей, дворец-музей. Так, то есть в Богородицке условно поняли, как можно заработать. А что касается всего региона? Ну, опять же повторюсь, это право администрации муниципального образования. То есть если администрация примет решение и определит место государственной регистрации, какое-то культурное учреждение, соответственно, заключит соглашение с Министерством культуры, и тем самым мы определим место государственной регистрации, и у граждан будет право регистрировать заключение брака именно там. Но в Туле пока такого места нет? В Туле пока нет. А запросы есть от людей? Явно к нам не поступали. Но если мы рассматриваем разные предложения, и вот одно из направлений нашей деятельности, мы прорабатывали этот вопрос, это Поленово, Заоковский район. То есть действительно так же востребовано. Возможно, что в 2015 году мы выходили с таким предложением к администрации Заоковского района. Там рассматривают наши предложения, и именно там организовать выездную регистрацию. То есть, возможно, скоро можно будет зарегистрировать брак в Поленово? Мы планируем. Это наши, скажем, перспективные планы в 2015 году. Какие еще места популярны среди туляков и жителей области? Вы знаете, жители области, все-таки я считаю, самое значимое событие 2014 года – это открытие нового дворца в городе Тули. И это событие значимо не только для жителей города, но и для жителей всего региона. На сегодняшний день в новом дворце у нас уже зарегистрировано более 1300 записей актов о заключении брака. То есть, более… Я думаю, что до конца года это количество увеличится, и мы достаточно серьезную цифру получим. Очень популярен… То есть, 1300 – это новый дворец брак в сочетании на площади Ленина. Это только один дворец, начиная с 8 июля, с дня открытия. Он сейчас самый популярный в Турской области. Самый популярный. А вот если топ-5… Топ-5. Все-таки остается пока город-герой Тула. Это отдел ЗАГС по привокзальному району, там порядка 900 браков заключено. Отдел ЗАГС по Зареченскому району – это в городе. Если мы будем рассматривать область нашу, то Олексинский район, достаточно большое количество заключений браков, Новомосковск, но опять же Богородицк, мы с вами уже говорили об этом, что это очень популярно. Да, 800, помню. Больше всего заключили брака в этом году. В каких районах? Ну, все-таки больше всего это город-герой Тула. Это было около 5000 актовых записей о заключении брака. Далее идет по значимости муниципальных образований Новомосковск, то есть… Где больше населения, там… Где больше населения, соответственно, да. А где чаще разводятся? Вы знаете, здесь нельзя такую статистику провести, где чаще разводятся. Дело в том, что в соответствии с нашим законодательством у нас расторжение брака можно оформить как по месту жительства одного из супругов, так и по месту заключения брака. Поэтому мы рассматриваем в целом количество расторжения брака. На сегодняшний день у нас положительная тенденция. Количество расторжения брака сокращается. Незначительно, но сокращается. И сегодня нами зарегистрировано около 7000 актов о расторжении брака. Если мы с вами уйдем в недалекое прошлое, даже, наверное, десятилетие, я бы сказала, то на 20% сокращение. То есть в 2003 году количество расторжения брака составляло около 10 тысяч. Получается, Тульская область выбилась из общероссийской тенденции, потому что по стране рост разводов сейчас наблюдается, правильно? Ну, может быть, в целом и наблюдается, но вот в нашем регионе мы констатируем факт, что у нас идет небольшое, но сокращение. Вы это с чем связываете? Вы знаете, может быть, семейные ценности, они все-таки действительно важны для людей. И вот те мероприятия, которые проводятся в нашем регионе, они способствуют именно укреплению семейных уз. Обычно вы даете каждый месяц статистику, органы ЗАГС, как чаще всего тулики называют своих детей. Так вот, какие имена отлидевают по итогам 2014 года? Вы знаете, сейчас мы с вами вернемся к именам. Я все-таки хочу, как бы, пока затронули тему рождения, очень часто интересует вопрос, все-таки, кого рождается больше, девочек или мальчиков. И мы такую статистику ведем для себя. На сегодняшний день все-таки мальчиков рождается чуть-чуть больше. Чуть-чуть это? Чуть-чуть 51%. И такая тенденция мы смотрели два года назад, три года назад. То есть соотношение практически не меняется. 51-49, 50-50, 52-48. То есть такой паритет идет. Да, да, да. Как же называют тулики, мальчики? В основном это популярное имя Артем, Денис, Михаил. Среди девочек это Вероника, Полина, Виктория. То есть вот эти имена самые популярные. Вы знаете, если говорить о редких именах, то на сегодняшний день, например, такое мужское имя, как Николай и Юрий, они встречаются не так часто. Да, а вот среди девочек редкое имя, вот буквально на прошлой неделе в Олексинском районе была зарегистрирована девочка Златовласа. То есть родители назвали своего ребенка Златовласей. А еще какие-нибудь необычные имена, которые граничат на грани вот какого-то родительского безумия есть? Вы знаете, в нашем регионе мы не отмечали. Все-таки я считаю, что, наверное, наши родители, да, они благоразумны, любят своих детей и хотят все-таки с именем человека очень много идет. Есть ли информация по другим субъектам? Ведь вы же делитесь с коллегами опытом. Как вот называют детей необычным? Потому что мы помним, насколько необычны были имена в советскую эпоху. Мы больше общаемся, скажем так, в плане правоприменительной практики. Имена как-то мы не ставим в приоритетное направление. Но я думаю, что тенденция, она в принципе по России вот как бы одна. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.